Какие произведения хранит отдел рукописи и редких книг Казанского федерального университета? Смотрите в нашем следующем сюжете. Имя классика русской литературы, а именно Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, общеизвестно. Но, пожалуй, особо почитаемо оно было в советский период, в идеологию которого как нельзя лучше вписывались произведения писателя, бичующего сатирическим пером пороки старого мира. Михаил Салтыков-Щедрин родился 15 января 1826 года в Тверской губернии. Его отец Евграф Салтыков работал чиновником Московского архива иностранной коллегии, а мать же Ольга Забелина происходила из купеческой семьи. Фамилия Салтыков-Щедрин была псевдонимом писателя. Он печатал свои произведения под именем надборного советника Николая Щедрина. По одной из версий взять такой псевдоним предложила жена Салтыкова-Щедрина, поскольку в своих произведениях он был очень щедр на всякого рода сарказмы. По другой он позаимствовал фамилию у кого-то из знакомых. Отдел рукописей и редких книг Казанского федерального университета также хранит некоторые произведения писателя, одни из которых у меня на руках. Первое произведение — это «Сатиры в прозе», 1863 года выпуска. Стоит отметить, что до этого момента произведения выпускались в журнале, и лишь в 1863 году выпускается книжная версия. Второе произведение имеет название «Благонамеренные речи». У меня на руках первый и второй том. Стоит отметить, что данное произведение было выпущено чуть позже, уже в 1880 году. Взятые в целом «Сатиры в прозе», объединяющие рассказы, очерки и драматические сцены 1859 и 1862 годов, это замечательная по своим идейным художественным достоинствам «Многосторонняя и яркая картина русской общественной жизни бурного периода 60-х годов». Сложное идейное содержание этих очерков и их своеобразие, литературная форма богата, насыщена сатирическими метафорами и фигурами эзоповского иносказания. Ставят современного читателя перед известными трудностями и поэтому в первую очередь требуют пояснения. Проще говоря, в развитии принципов сатирической типизации сатиры в прозе примечательны прежде всего началом процесса создания собирательных типов или же коллективных портретов, ставших одним из характерных черт щедренской сатиры. Благонамеренные речи формировались поначалу как публицистический журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность, отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х, середины 70-х годов. Так и широта жизненных наблюдений. Сфера их объемляет здесь и исключительно быстрые процессы капитализации прореформенной России и судьбы помещичьего хозяйства после реформы 19 февраля 1861 года. Благонамеренные речи – одно из синтетических произведений Салтыкова-Щедрина. От очерка к очерку он исследовал современный ему средств повседневный по преимуществу провинциальной жизни на переломе 70-х годов. Исследовательская задача определила специфические средства художественной изобразительности. Благонамеренные речи почти свободны от гиперболизации сатиры, элементов гротеска, столь типичных для метода сатирика. В последние годы писатель серьезно страдал от ревматизма. Помимо этого, состояние его здоровья ухудшилось после того, как в 1884 году были закрыты отечественные записки. Цензура посчитала издание распространителем вредных идей. Незадолго до смерти Салтыков-Щедрин был прикован к кровати, нуждаясь в посторонней помощи и заботе. Однако он не терял оптимизма и чувства юмора. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин умер в возрасте 63 лет. Согласно его просьбе, его похоронили рядом с могилой Ивана Тургенева на Волковском кладбище. Амир Ахтямов, Хафиз Гараев, Универньюс.